Первый пробный поезд с пассажирами сегодня отправился с Алабинской. Десятая станция Самарского метрополитена официально запущена. Правда, работать в ближайшие две недели она будет в тестовом режиме, то есть поезда будут пока ходить пустыми. И только после новогодних праздников, когда все отладят и проверят, Алабинскую откроют для всех. Напомню, строительство затянулось на 7 лет, кризис 2008-го, проблемы с финансированием. На завершение работ по поручению главы региона из областного бюджета было дополнительно выделено 1,2 млрд рублей. Метростроевцам предстоит еще завершить отделку второго вестибюля и закончить работу во втором тоннеле. А следующие станции, согласно проекту, – Самарская и Театральная. На этом строительство первой ветки решено приостановить и взяться за вторую. Предполагается, что подземка свяжет ЖД и автовокзалы. Развитие именно этого вида транспорта – важный шаг, в том числе и в подготовке к чемпионату мира. Об этом заявил губернатор и поделился впечатлениями с журналистами от первой поездки. Вспомнил молодость, когда в Москву приходилось в студенческие годы, мне пришлось там почти год жить, диплом писать, ездил на метро много. Ну и потом впоследствии тоже в Москве часто приходилось ездить. Поэтому ничем не отличается от московского метро. Самое главное – это все-таки иметь в городе метро и соединить такие, скажем, основные точки вот таким видом транспорта – это всегда очень хорошо. Это и говорит об уровне города.